О, Мухтар. Да, Динара, здравствуйте. Сейчас, секунду, я... Ой. Немножечко здесь поправлю. Да, здравствуйте, Мухтар. Здравствуйте, я прошу прощения за опоздание. Все нормально. Поскольку мы это будем с вами выкладывать в YouTube, и, я думаю, для монтажа лучше, конечно же, заново поздороваться. Здравствуйте, Мухтар. Спасибо вам большое за то, что вы согласились со мной поговорить. И если вы не против, я хотела бы начать наш разговор с Кантаром. Здравствуйте, Мухтар. Прошло уже 8 месяцев. И как вы считаете, кто стал главным бенефициаром после подавления? И после подавления протестов, я имею в виду. И какая сейчас конфигурация власти, по вашему мнению? Я думаю, что многие не очень хорошо слово понимают. Бенефициар – это, ну, я упрощу, скажу, что это владелец, да? Кто стал приобретателем, выгодоприобретателем, владельцем. Наверное, так, наверное, я сейчас хотел бы переформулировать. После событий января этого года. Я думаю, что на самом деле все очень просто. Нужно просто посмотреть, как город называется. Нур-Султан, университет и все прочее. Что говорит Такаев? Он говорит о том, что лидер нации сделал гигантский вклад в развитие нашей страны. Масса всяких фильмов, которые говорят о неких ошибках Нур-Султана Назарбаева. Ну, в частности, у Гульнары Башкина вышел фильм такой на растяжку. Типа, ну да, он ошибки делал, но он же столицу построил. Ну да, он украл миллиард, но мог же 10 миллиардов украсть. Поэтому главная выгодоприобретатель всего этого прочего, если коротко говорить, это режим Нур-Султана Назарбаева. И даже не Тукаева. Тукаев его просто продолжатель, его исполнитель. То есть режим остался тот же. Основы его, конечно, потрясены. Но выгодоприобретатель остался тот же самый. Но на самом деле на короткий срок, я убежден в этом. Окей. Тукаев хочет провести досрочные выборы, не меняя правил игры в политике. В условиях, когда оппозиция внутри страны не имеет организованной структуры, как обществу действовать, чтобы наш голос был услышан, и мы смогли сделать свой выбор? Я думаю, прежде чем на этот вопрос ответить, нужно уточнить какие-то понятия, потому что главная причина в том, что мы не можем четко ответить на вопрос, что мы разный смысл вкладываем в те или иные слова, в частности, оппозиция. Вот оппозиция не может, оппозиция такая-сякая, оппозиция слабая и так далее. Нам сначала нужно разобраться со словом оппозиция. Но прежде чем сказать несколько слов, что такое оппозиция, я хотел бы напомнить многим людям, которые не в курсе, далеки от политики, что эти правила, они появились не в конце 90-х годов, как я слушал ваше интервью с Мухтаром Тайжаном, когда он сказал, что в тот период, когда он занялся общественно-политической деятельностью, такого не было, а то бы он узнал. Но, к сожалению, я хочу адресовать вот такую справочку для Мухтара Тайжана, что все эти изменения о том, что нужно быть госслужащим не менее пяти лет, чтобы иметь право участвовать в выборах, когда нет возможности самовыдвигаться, а ранее такого права было, когда только общественные организации, имеющие более половины филиалов, а это девять минимум, только они имеют право выдвигать, это все внедрено в 2017 году, летом, а не в каком-то 90-е каком-то году. Поэтому я думаю, что если Мухтар Тайжан говорит, что он начал заниматься политикой значительно раньше, то он просто пропустил этот момент. И это было сделано для того, чтобы власть была передана именно в нужные руки. Собственно, Токаева именно по этой модели была передана власть, был подставной кандидат Хосанов, и без всяких каких-либо проблем, не допустив никакого конкурента, Назарбаев втащил на позицию президента Хосмжимар Токаева. Теперь вернемся, что хочет сделать Токаев. Токаев хочет то же самое повторить, почему досрочно, я думаю, мы сейчас это обсудим, оставить без изменений те комфортные условия, которые позволили ему безальтернативно стать президентом. Теперь давайте порассуждаем, что такое оппозиция. Когда вы говорите, что оппозиция слабая, давайте мы поймем, что такое оппозиция. Я, в принципе, постоянно озвучиваю формулировку, что такое оппозиция. Оппозиция – это объединение людей, граждан, которые объединяются в какую-то политическую организацию, у которой есть программа, программа, которую они хотят реализовать. Реализовать ее можно только тогда, когда они придут к власти. Оппозиция всегда борется за власть. В данном случае в нашей стране должна быть политическая сила, объединение людей, политическая организация, которая борется за власть. А мы знаем, что существующие политические партии, они не борются за власть. Они являются клонами Нур-Атана, Нур-Аманата и чего-либо, как угодно я называю. Это те партии, которые изображают, что они конкуренты, а на самом деле власть единолично принадлежит одному человеку. И не важно, что это вчера был Нур-Шултан Азербайев, а сегодня Такаев. Это власть одного человека. Понимаете? Извините, Мухтар, но за последние 13 лет не было зарегистрировано ни одной партии. Вы сейчас о каких партиях говорите? Вот, вы правильно говорите. Раз нет зарегистрированных партий, те, которые борются за власть, и не важно, что их последние 13 лет не регистрировали, или вообще в принципе нет партий, которые борются за власть, значит, в том классическом понимании, что такое оппозиция, ее и нет. Внутри авторитарного режима оппозиции легальной не может быть. Авторитарная власть, все те, кто посягает на эту власть, сажают в тюрьму. И поэтому, когда люди говорят, вот у нас оппозиция слабая, они даже не понимают, что они сказали. Понимаете? Оппозиция должна для этого объединиться, пройти регистрацию, иметь возможность участвовать на выборах. Тогда да. Но если народ слабый, оппозиция — это представители народа. Если народ аполитичен, не участвует в борьбе, не выдвигает программы, неактивная оппозиция и не может появиться. А то мы говорим как будто о природном явлении, что должна сама по себе существовать некая оппозиция, и потом говорим, ну вот эта некая оппозиция из космоса почему-то слабоватая. Слабоватая, потому что народ ничего не хочет делать, ждет чудес какого-то богатыря, который приедет и все сделает. Вся проблема не какой-то мифической оппозиции, проблема в наших людях, что они не мобилизуются, не объединяются, не создают политическую организацию, не воюют за свои права. Вот все просто очень. Но вы же знаете, что в тех условиях, в которых мы живем, это делать достаточно сложно, практически невозможно. Знаете, у меня сегодня был разговор с одним человеком, который говорит, ну блин, Назарбаев такой монстр, всех зашугал, и в наших условиях ничего невозможно сделать. Но они просто его смотрят в статике, на вершине, когда все это произошло, когда он там вверху, а народ где-то там, как в виде муравья. На самом деле, мы все прекрасно знаем, что в начале 90-х годов была реальная, ну не то чтобы оппозиция, было общество, которое противодействовало, Назарбаев отчитывался в парламент, хотел каждого министра согласовывать, так далее. Проблема в том, что наше общество шаг за шагом само добровольно отдавало эти права. И то, что мы сейчас констатируем, это результат той самой эволюции последние как минимум 30 лет, когда люди шаг за шагом отдавали эту власть Назарбаеву, и он стал над всем. Мы можем же обратный процесс повторить. Когда мы эти права свои отвоюем, отпинаем одного человека и то окружение, которое контролирует власть, и вернем себе все эти права. Никто нам ничего не подарит. Украина это добилась, Янукович выгнала. В Грузии это произошло, в Армении произошло, в Кыргызстане это регулярно происходит. А что мы будем тут ныть и клянчить, говорить, ну вот нам страшно, видите ли, там какой-то сидит рыхлый, то кайф, он нам ничего не дает делать. Что он не дает делать? Это мы ничего не делаем. Понимаете? Когда мы это сделаем, тогда мы увидим, что мы можем. Это все могут, и мы тоже. Ну, Мухтар, я не во всем с вами согласна, но в данном случае я вас поддерживаю. У нас действительно пока инфантильное общество, и, собственно, я поэтому веду эти эфиры, чтобы как-то объяснить, что нужно активнее участвовать в жизни нашей страны, политически участвовать. Погласен. А что вы думаете по поводу объединения так называемой нашей оппозиции, то есть демократических сил Казахстана, как они себя назвали, коалиция демократических сил Казахстана, точнее, да, и выдвижение ими единого кандидата? Насколько это целесообразно? Вот если идти, я человек точных талок, идти от точных формулировок, вы понимаете, что когда коалиция демократических сил, коалиция оппозиционных сил, это сразу все проваливается, потому что она должна тогда существовать не до выбора, а в принципе как-то функционировать, называть себя партией, какой-то организацией, у них должна быть программа, и вот эти организации могут объединиться и называть себя коалицией, как такого этого нет и не было, это объединение отдельных граждан, не имеющие за собой ни политических организаций, ни ярко выраженных сторонников, ярко выраженные сторонники определяются количеством членов партии, количество членов этой организации, все прочее, поэтому когда давайте мы будем точными в своих формулировках, тогда и легче будет понимать ситуацию, где мы находимся, или мы в лодке находимся, или мы просто плывем по воде, поэтому формулировки очень важны. Так вот, это коалиция отдельных граждан, судя по всему, ну скажем так, недовольных, озабоченных действующим положением, и они объявили о том, что они будут объединяться. Что объединение произошло, я не вижу, потому что объединение фольгуруется опять в виде программных целей, задач, выдвижением, допустим, единого кандидата, выдвижением единых требований. И пока мы увидели, скажем, разные голоса, с разной позицией, консолидированной какой-то позиции, я не услышал. Потому что, ну, в моем понимании, коалиция собралась, они четко говорят, выборы должны быть такими, наши требования такие, если выборов не будет, то мы сделаем то-то, и ради чего. А если мы этого не достигнем, то пойдем на такие-то действия и так далее. Пока я это, к сожалению, не услышал, я услышал о намерениях, намерениях группы товарищей, которые, кстати говоря, говорили, что мы будем советоваться, ну, например, со мной или с Акижаном Кожигельдином. Меня там часто обвиняют, что я очень критически отношусь, но я очень точная формулировка. Акижан Кожигельдин во всех интервью, его недавнее интервью к российскому дождю, четко говорит, Пакаев сильный лидер, уважаемый человек, он реформатор, он проведет расследование по событиям января. Ну вот, представьте себе, называется «Пчелы против меда», да? Вот сидит оппозиция или коалиция так называемых демократических сил, которые недовольны Токаевым в разной форме, но недовольны, считают, что он неправильно проводит политические реформы или вообще их не проводит. И к кому они обращаются за советом? К Акижану Кожигельдину, который облизывает Токаева. Это, знаете, очень странно. И все эти действия у меня вызывают недоумение. Если ты оппозиция, если ты противник режима, если ты не согласен, выдвигай свою программу, советуйся, объединяйся с теми, которые разделяют твою позицию, а не с теми, которые стоят на противоположной позиции. Понимаете? Ну, пока я, честно говоря, не вижу ярко выраженной позиции так называемой коалиции. Я надеюсь, они выработают. Ну, их мнения действительно разделились. Если вы видели мой эфир с Мухтаром Тайжаном, он сказал, что он и Респект Сарсенбаев выступили за выход на улицу. Он призвал провести протесты против поправок и этих досрочных выборов. Знаете, я послушал это интервью и многие слова Мухтара Тайжана мне вызвали недоумение. Ну, в частности, его понимание, как будет выводить людей на протесты. То есть, он говорит, мы будем действовать по закону. Ну, давайте опять уточнимся. Казахстан участник различных международных соглашений, конвенции. Если мы говорим о законе Конституции, Конституции написано международные договора по своему статусу стоят выше, чем внутренние законы. То есть, я так понимаю, что Мухтар Тайжан должен следовать Конституции. Так вот, наши Конституции, соответственно, международные договора говорят, что на мирные митинги люди выходят просто заявив о своем участии, послав местным властям просто уведомление в то место, которое они считают нужным. Что же говорит Тайжан? Он говорит, мы подадим заявку. Вы задаете вопрос, ну, а если вам власть не даст решение, он говорит очень наивно, между прочим. Ну, как они не дадут? Они обязаны дать на второе, третье, другое там место. Вы говорите, а СРРК может быть? Нет. Ну, около Чакана Валиханова же всегда проводится. То есть, какой-то понятий на аппарат включается. Ну, я хочу сказать, Мухтар, он, видимо, после 16-го года вообще отошел от политики, да, и не владеет ситуацией. Так вот, я Мухтару даже хочу пояснить и многим другим, которые не в курсе. Митинги проводятся следующим образом. Подается заявка, точнее, уведомление, и не было такого случая, когда власть определяла, что это неподконтрольное мероприятие, чтобы она три дня молчала, не замечала. как минимум день-два и заявители получают отказ. И ни разу в сотне случаев ни разу власть не давала другое место. И говорят так, не нравится, подавайте суд. Вот так будет. Поэтому, что будет в случае, скажем, с намерением Мухтара Тайжана подать заявку на законных основаниях, как он говорит на митинг. Они подадут заявку, им откажут. Они подадут в суд, суд им снова откажет, они подадут в апелляцию, и так лет 30 можно жить. Поэтому, знаете, цели и действия должны быть ясными и четкими. А что, если не дадут разрешение, Мухтар? Что ты будешь делать? Подам суд. Суд проиграешь. Дальше подам еще в суд. Дальше что? Дальше ответа нет. Поэтому... А время идет. Время идет, выборы пройдут, и все. И люди скажут, я буду, может быть, резать, но ситуация такова. Мы говорим о будущем нашей страны, мы говорим, что мы не хотим жить в диктаторской стране, если не хотим, или действуй, или отойди в сторону, и живи прежней жизнью. Понимаете? Ну и потом очень интересные были заявления, что диктатура не пройдет. А где мы живем? Разве не при диктатуре? Мы не хотим возвращаться в диктатуру. Я там слышал такие слова. Куда возвращаться? Мы там давно, мы там есть, и никуда она не исчезала. Поэтому мой совет вот этой коалиции четче формулировать цели и задачи, четко формулировать себе союзников, и тогда люди не будут путаться, потому что ты приглашаешь на те или иные митинги реальных сторонников. А здесь люди даже не знают, сторонник я или не сторонник, что они вообще хотят. То есть они запутывают, я считаю. Им нужна четкость. Я готов в этом смысле помочь с этой четкостью. Скажите, Мухтар, есть ли у нас шанс, говоря у нас, я имею в виду общество, на смену власти мирным путем? Да, есть шанс. В принципе, знаете, я об этом много раз не только говорил, я публиковал материалы и описывал условия, при которых все это должно и может произойти. Условия очень простые. 3-5% населения. Что такое 3-5% населения, если в нашей стране почти 20 миллионов живет? Ну, 3% это 600 тысяч. Столько не нужно. 100 тысяч в Астане, 100 тысяч в Алмате и по 10 тысяч в областных центрах. Это 300 тысяч максимум. Это тех людей, которые выходят на массовый протест и не ходят как в Белоруссии туда-сюда толпами, не становятся в белых носках на скамеечке, они знают, что делают. И когда такое количество, обязательно среди такого процента людей будут представители полиции, представители армии, потому что там те же самые люди, которые берут ипотеку, получают нищенскую зарплату, живут в тех же самых городах, и имеют те же самые проблемы. Они тоже хотят, чтобы жизнь поменялась. И мы знаем, что наша страна богатая, эти возможности есть. Политические программы выдвинутые. Нам не нужно сдать до 2060 года. Нам нужно просто осознать, ты хочешь хорошо жить, ты хочешь жить в сильном государстве. Да? Тогда присоединяйся. То есть, в чем у нас основная проблема? Чтобы вот это понимание, оно проникло в сознание, массово в сознании людей. Как только они это поймут, это первый шаг. Второе, готов ли ты действовать? Третье, если ты готов действовать, объединяйся. Объединяйся, встраивайся, создавай команды, и есть центр оппозиции. Когда мы говорим о лидерах, в нашей стране открытые лидеры не могут существовать, не ищите этих лидеров, потому что режим сразу 15 уток раз, штраф 2, с работу уволили 3, и так далее. Очевидно, что в авторитарной системе лидеры могут находиться за пределами страны, которые формируют программы, управляют этим процессом, а внутри процесса микролидеры объединенных в небольшие ячейки. Понимаете? Я об этом уже много раз говорю, но, к сожалению, наши люди хотят все, так знаете, на ура. Я, например, прекрасно понимаю, на почему джунгары мучили казахов более 100 лет. Потому что они жили в степи, аулами и так далее. Потом джунгары-то всего 600 тысяч, в отличие от казахов. Казахов был несколько миллионов, разбросанных по степи. Потом джунгары сформировали войско, организованное 20 тысяч, современные по тем временам. А наши казахи кричат, вот враг пришел, наскакивая, задятся на лошади, что подручными средствами отбивается. Так невозможно победить. И здесь то же самое. Здесь нужно все организовывать. Насколько вам ничего невозможно. Понимаете? То есть, если мы это осознаем, объеднимся, все это будет мирным путем. Понимаете? Потому что там некому будет защищать. Вот январские события же показали же. Там некому было защищать этот режим. Мы это уже проходили. Я и Мухтару Тайжану об этом говорила. Мы проходили уже через вот эти мирные протесты. Было по свидетельствам очевидцев примерно 100 тысяч человек только в Алмате. Это невиданные цифры для Алматы и для митингов, которые здесь когда-либо проходили. Ну и что мы получили в результате? Мы получили расстрел. И как-то не похоже было, что эти полицейские, солдаты думали в этот момент об ипотеке. Но, Динара, я как раз и говорил необходимые, достаточно необходимые условия, как говорят в математике. Численность это важна, но беспорядочная масса, которая неорганизована, не имеет микролидеров, четко план действий, куда идти, что заполнять. Заранее еще, опять же, длительное время, я говорю, временное правительство, что оно должно делать. Более того, в декабре 20-го года, накануне парламентских выборов 10-го января, я опубликовал проекты указов. Проекты указов, кто должен быть арестован, какие помещения мы должны, как протестная сила занять, какие первые декреты. Сразу мы формировали, говорили о том, что необходимо сформировать группу активистов, которые на местах перехватят управление. Только тогда, когда вот так будет все сделано, это не будет, как было в Алматы. Хаотичная масса шла, они уловили главные вещи, парламентская республика и долой режим султана Азербайя, шалкет. Но кто будет возглавлять местные органы власти, какое будущее будет у нашей страны завтра, кто будут лидеры, этого не было. Эта хаотичная масса просто разъяренная шла, чтобы снести режим. Этого недостаточно. Так же было в Беларуси. 200 тысяч ходило по Минску, но они двигались в разных местах хаотично. Все должно быть очень сильно организовано. Понимаете? Организовано может быть только тогда, когда люди самоорганизуются заранее, не эмоционально, не в три дня, а в два дня волной, а четко осознают, что делать. Ну, представьте себе, дом мы как строим? Мы покупаем участок, проводим коммуникации, выстраиваем архитектуру, как это будет выглядеть, пригоняем строительные материалы, на это мы ищем деньги, берем кредит. Так вот, власть, она не требует, тоже самое требует, вдумчивого подхода, каждое действие продумано, кто строит, кто окна делает, кто канализацию проводит, понимаете? А тут, что называется, все строители прибежали строить власть, не разделив ни функции, ни полномочий, ничего. Конечно же, дом не будет построен и власть не будет взята, понимаете? Хаотично, ничего невозможно сделать. Я правильно вас понимаю, что сейчас вы призываете присоединиться к вашему движению и назвать вас лидером? Знаете, как, вы опять же Тайжану задавали вопрос, почему вам люди должны верить или доверять и так далее. Некоторые люди говорят, а вы не можете приехать в Казахстан назначить лидеров или давайте мы выдвинем единого кандидата? Понимаете, это так не работает. Это как в спорте. Как можно назначить лидером, чемпиона мира по боксу? Берешь какого-то сбоку с улицы и говоришь, ты чемпион мира или ты лидер? Лидер, он приходит в результате завоевания, в результате успехов. Я поэтому не могу призывать, давайте там, идите за мной. Но за мной есть, безусловно, биография, она очень последовательная, есть программа, биография говорит, что я способен управлять и крупными проектами, и страной в том числе, и во много раз лучше, чем тот же самый Токаев, в кавычках, дипломат. Вот. И здесь вопрос выбора людей. Этот выбор можно организовать только тогда, когда будут реальные выборы. И сейчас наша задача, чтобы у наших людей был выбор, как в магазине. Понимаете? Чтобы у них был выбор между политиками, которые предлагают программы, у которых есть за спиной успехи, которые ясно показывают, куда двигаться, и они разделяют эти программы. Только тогда я могу себя предложить. А сейчас абстрактно я себя предлагаю, это не сработает. Для этого должны быть честные выборы. Поэтому наша задача добиться, чтобы эти выборы произошли. Понимаете? Но при этой власти эти выборы не произойдут. Это тоже очевидно. Позвольте, я продолжу разговор о вас. Да, давайте. Мухтар, у вас достаточно противоречивый имидж в Казахстане. Вы не думали скорректировать свою линию, чтобы и сохранить принципиальность, и стать ближе к разным слоям общества? Знаете, у меня непротиворечивая как раз таки биография, она открытая, прозрачная, ясная. И более того, наверное, в стране не найдется ни одного человека, который претендует на власть, а я претендую, открыто говорю, который бы не имел такую прозрачную биографию, как я. Людям просто нужно определиться. Они, если верят режиму, ну тогда они должны верить, что Назарбаев светило, что он для народа работал, не крал миллиарды, и вообще он вообще жил только на государственную зарплату. Они не верят. Но когда этот же режим, телевидение, газеты меня поливает, ну почему-то люди начинают какая-то часть верить, а он украл. А это как раз связано с тем, что у них хаотичное мышление, и многие люди, вот как сейчас вот та самая группа, коалиционная так называемая группа людей, которые нечетко сформулируют, и они людей запутывают. Я все время за четкость. В этом смысле я считаю, что у меня все понятно. Мои цели открытые, опубликованные программы, моя биография открытая, мой путь открытый, видео, даже когда я работал в правительстве, какая-то ничтожная часть, это просочившиеся просто, где я там какие-то слова говорил Назарбаеву, это самая корректная форма общения, потому что у нас с ним были яростные битвы, и в архивах Хабара они есть, публично открытая была битва. Поэтому, знаете, у меня биография открытая, она не противоречивая. Это противоречивы только те, кто или зомби, или не способен мыслить, которым просто взял, услышал, что сказала власть, которой они, между прочим, не доверяют, и поверить в это. Понимаете? У меня биография ясная, и мне нечего там ее менять. Понимаете? Я даже не знаю, что поменять. Что можно сделать, как поменять? Сказать, что какие-то слова, или сделать какие-то действия, стать Бэтменом, костюм Бэтмена, взлететь? Что мне надо сделать, чтобы люди поверили? Ничего. Им нужно просто думать своей головой и прочитать мою биографию. И все. Власть преследует только тех, кто готов и хочет сместить этот режим. Более того, который может. Который может. Поэтому мне в этой стране за весь период независимости именно мне дали пожизненный срок и абсурдный пожизненный срок и три года не имеешь права заниматься банковской деятельностью. То есть я пожизненно буду сидеть в тюрьме, а потом еще смогу заниматься три года банковской деятельностью. И 20 лет. Найдите какого-либо политика, чтобы режим так кого преследовал. Это же очевидно. Кого он преследует? Того, кто хочет сломать этот режим. И люди должны это понять, а не говорить, что у него противоречивая биография. Это люди, не дружище с головой, которые такие вещи говорят. Понимаете? Если называть вещи своими именами. Что вы, например, считаете, что там нужно изменить, чтобы было непротиворечивой, как вы сказали, моя биография? Что можно изменить? Нет, я вам не собираюсь это комментировать. Я вам просто задаю вопросы, Мухтар. Я говорю ясные вещи. Ну, например, я знаю, что некоторые люди говорят, а он был банкиром, в рост деньги давал и так далее. Но банки во всем мире существуют. Это вот то же самое, что он был таксистом. Ты был таксистом, это плохо. Деньги нельзя давать в рост, он давал под высокие проценты. Они опять же не понимают, что банки принимают деньги на депозит населения по высокой ставке, накладывают свои проценты и продают деньги как товар. По такой же логике, когда не надо покупать продукты, они же тоже зарабатывают собственник этого товара. Понимаете, лучше давайте так, вы мне четко формулируете вопрос, в чем, на ваш взгляд, вы слышали, как журналист, ко мне претензии, недостатки, а я буду аргументировать, что это ошибочная точка зрения. Давайте так. Я просто не хочу повторять вопросы, которые озвучивала Гульнар Пашкенова в своем интервью. Ну, не все же их услышали. И у вас там другие слушатели. Ну, они могут зайти на ваш канал и прослушать. Вы на днях выложили полную версию, а не смонтированную и сокращенную. Это часть. Она была, это интервью, где-то около пяти часов и выставлены сорок с чем-то минут, то есть впереди еще. Основные материалы, они, что называется, еще не выставлены. Интервью с Гульнар Пашкеновой длилось пять часов. Где-то даже шесть, наверное, с учетом технических. Включил, выключил зум и так далее. Она была очень длинная. Начали рано утром, по фарижскому времени закончили где-то по Алматинскому ремию около полвосьмого, по-моему. Давайте поговорим о Назарбаеве. Да, давайте. В его руках и в руках членов его семьи осталось много незаконно приобретенных активов. Как нам потребовать вернуть их? Какой механизм вы можете предложить? Знаете, Башкенова, кстати говоря, мне тоже такой же вопрос задавала, но она в другом контексте, что вы считаете, что быстро можно все вернуть, а как? Это же потрясет основы нашей страны и так далее. Это же сложно, это же долго. Я объяснял, что это делается очень просто. Три месяца, чтобы, скажем, вернуть то, что они украли, это минимум сто миллиардов, минимум. А я говорю у Назарбаева минимум двести миллиардов. Вот приблизительно минимум сто миллиардов, это находится внутри страны, больше трех месяцев не понадобится. Что находится за рубежом в виде денежных средств, активов, недвижимости больше, но арестовать их, заморозить средства три месяца это вообще потолок. Это вот до двух месяцев арест замораживается, потом начинается процедура доказывания, что эти деньги похищены, средства подлежат возврату. Это несложно сделать. И я более того скажу тем, кто не знает, где-то, не точнее где-то, в ноябре 2010 года у Тимура Кулебаева в Швейцарии были арестованы денежные средства где-то приблизительно на 600 миллионов долларов. И они лежали там три года замороженными. Если бы правительство было бы не Назарбаевское, они бы согласились, что это украденный средств, потому что доказательств было достаточно. Но правительство защищало Кулебаева, налоговые инспекции, министерство финансов, правительство, собственно сам Назарбаев ездил, президент Швейцарии в этот момент приезжал, все время правительство Казахстана настаивало, это честно заработанные деньги. И поэтому они пролежав более чем три года, они в итоге вернулись к Тимуру Кулебаеву. Это я сделал один. Но юридически я не сам подавал. Группа граждан из шести человек, подав заявление в прокуратуру в мае десятого года, в ноябре добилась их ареста. Группа граждан Казахстана. Понимаете? Поэтому, когда бенефициаром, выгодоприобретателем является страна, правительство, деньги арестовать можно в течение одного месяца. А затем мы просто приносим платежные документы, показываем, как они, эти деньги, похищены, и все. Там выносится местное судебное решение той или иной страны и все возвращается обратно. На все про все я уверен, что даже года не нужно будет. Все будет значительно быстрее. Понимаете? А активы, которые есть в Казахстане, чтобы наши слушатели знали, основные активы приобретены Нурсултаном Азербайевым в 96-м году и подписывал все постановления Акижан Кожигель, между прочим. Он был тогда премьер-министром. Ферросплавный отрасль, группа Машкевич, так называемая, евразийская группа, стоимостью, в итоге они где-то в 2000, начале 2000-х годов эти активы оцениваются, 20 миллиардов долларов. Это годовой бюджет страны. Было подписано постановление правительства, и все эти активы были переданы этой группе, они его присвоили бесплатно. Группа, так называемая медная группа Казахмыс, которая тоже порядка 20 миллиардов стоила где-то в 2006 году, таким же образом в управлении было передано неким подставным корейским инвесторам, типа это Самсунг. Самсунг к этому никакого отношения не имел, потому что там имел НИ, покойный, Володик им, нынешний якобы собственник, их сделали номинальными собственниками, и все. А, кстати, по группе Евразийской они там вообще кино разыгрывали, создали некую Japan Chrome Corporation, на что японцы сказали, что в Японии у нас нет такого. Привезли японца, это Фатах Шадиев привез своего сокурсника, с которым он учился в Институте международных отношений в Москве, подобрал японца и на пресс-конференции заявили, что это японцы. Так вот, все эти соглашения, подписанные, они незаконны, нарушали все действующие законы, поэтому мгновенно решением Верховного суда по иску Генеральной прокуратуры арестовываются эти активы, возбуждаются уголовные дела, обвиняются эти люди в отмывании денег, в сговоре и все прочее, идет запрос на экстрадицию, возбуждается уголовное производство в тех странах, в которых они являются не только гражданами, но и собственниками, и все. Они будут на коленках ползать, умолять, чтобы им что-то оставили. Это я сделаю меньше, чем за год. За рубежом активы, а внутри мы в течение трех месяцев все отберем. Халыкбанк, на котором сжитится как бы базовый капитал Тимура Кулебаева, он его забрал бесплатно. Они объявили, Халыкбанк, это Сбербанк бывший, Сбербанк СССР, с сетью филиалов и так далее. Они объявили увеличение уставного капитала, а капитал был маленький, вы же помните, когда вводили национальную валюту за один доллар давали 4 тенгет. Это в 93-м году в ноябре было. Так вот, когда делали приватизацию так называемую, они не делали переоценку зданий и все прочее, и капитал, его уставной капитал государственный был ничтожный. Тимур Кулебаев на свои подставные компании, некий Алмакс и все прочую группу, взял кредит в этом же Сбербанке, они через ряд компаний прогнали, увеличили уставный капитал, размыли государственную долю, у них стала доля 67%. Вот и все. А это незаконные действия, это опять же мы легко докажем, и без каких-либо усилий, даже за рубежом не надо судиться, внутри страны, но неделя, ну месяц, все, а предварительно нужно просто возбудить уголовные дела, факты все публичные, я их публиковал, они все стоят в интернете, на основании моих заявлений, которые я делал коррупционный орган, президент республики, в 2010 году я делал массу заявлений, берешь документы, возбуждаешь уголовные дела, арестовываешь активы, арестовываешь людей, которые участвовали в этом, через месяц Халыкбан со всеми филиалами переходит в собственность государства, все, понимаете, все очень просто, каждый актив, который есть, здание, которое они присвоили, земли, которые они десятками тысяч гектаров присвоили, вот Тайжан говорит, что вот мы приняли закон, там остановили по земле, это все ерунда, тысячи гектаров лучших земель находятся в руках этой политической верхушки, никакие такие земельные законы, которые считают себе пытаются кто-то заслугу поставить, они не препятствовали обогащению этих людей и получению десятков тысяч гектаров, ушком, вырос там особняки, там тысяч гектаров земли, где он, Булат Назарбаев, как семейное урочище присвоил, все у них, это все легко забирается, они все нарушили действующие законы, это политическая верхушка, собственно, сам Назарбаев, они думали, что они будут вечно властвовать, они продолжают так думать, но после января уже задумали, что, наверное, так не будет, боятся, поэтому они нарушали законы сплошь и рядом, те законы, которые сами же принимали, их конфисковать, активы у них, максимум три месяца, тотально, это нефтегазовый сектор, это земли, это банки, это вот Казахмыс, все прочее, еще мы вдогонку выставим за те 30 лет, которые они деньги крали, мы их, эти деньги добавим, дополнительные иски, и по всему миру они не убегут никуда, потому что у Казахстана это государство, есть межгосударственное соглашение по отмыванию денег, деньги легко найти по всей цепочке, вот они у меня ищут, говорят, вот они как методически 6-10 миллиардов, пусть покажут, ну вот миллион долларов, вот Мухтар Аблязов взял и туда-сюда переводил по всей цепочке, они рассказывают, что Мухтар Аблязов гений, он так спрятал в каких-то островах, где-то закопал эти деньги, они вот потратили в результате буквально несколько лет миллиард долларов на поиски и не нашли, ну так не бывает, я их деньги найду немедленно, вот вы помните, наверное, когда Булату Тимуратова ну типа в Англии процессы, заморозили активы, там все платежные документы я получил, переводы денежных средств, в каких банках лежат деньги, все в моих руках есть, и они в открытых данных, понимаете, ничего не стоит арестовать, забрать, поэтому все слова Гульнары Башкеновой, что вот там это вот потрясет основа, а что потрясет, стоят себе здания, не стоят, взяли, что там, землетрясение из здания упало, стоит Халкбанк, те же самые клиенты, те же самые деньги, мы просто их арестуем, вместо них придут нормальные люди, и все, поэтому, уважаемые друзья, чтобы вы знали, 100 миллиардов долларов за три месяца имущество мы вернем стране сразу, и чтобы вы знали, что такое 100 миллиардов долларов, годовой бюджет 20-миллионного Казахстана не более 30 миллиардов, значит, вот 100 миллиардов, что называется, валяется под ногами только богатство Нурсултана Назарбаева, которое он украл у страны, все легко, все это сделали, все остальное, отговорки, что вот сложно, вот как это сделать, юридически, вообще не сложно, абсолютно, все просто, это я вам говорю как специалист, который прошел многолетнюю тяжбу судебную, со мной, где только они судились по всему миру, 20 есть в Америке, в Англии, везде, я один из редких специалистов в мире, который все это знает, умеет, есть группа юристов, мы у них отберем 200 миллиардов очень быстро, понимаете, очень быстро. Ваш сценарий, Мухтар, осталось всего два месяца, но даже на примере того, сколько лет вы ведете постоянные эфиры и объясняете очень популярно, очень просто вот эти все схемы, которые были придуманы Назарбаевым и его людьми. Ваш сценарий, если все-таки люди смирятся и выборы пройдут, что дальше? Я вам так скажу, я на самом деле оцениваю так, что максимум до первого полугода следующего года этот режим продержится максимум. С учетом различных международных обстоятельств, я имею в виду войну России с Украиной и ухудшение экономической ситуации в России, автоматом Казахстане, рост цен, затем будут проблемы с тем, что будет массовое недовольство в связи с этими выборами. и вот если все в сумме посчитать, сознание людей радикализируется очень быстро. Это я вижу, потому что со всех регионов идет следующее, что очень скоро власть падет, при этом это идет со всех регионов страны, потому что гигантское недовольство. Ну вот представьте себе, что даже сегодня она сейчас будет распускаться, распространяться по всей стране. О этих пожарах. Эти пожары организованы искусственно. У меня был вопрос по этому поводу. Объясните, пожалуйста, что вы думаете? Люди наши не очень пока понимают массово, а для чего пожары. Очень просто. Помните Древний Рим, когда представитель Древнего Рима шел, воевал, завоевывал земли, и его встречали с лавровыми венками, и он получал гигантское влияние, становился императором на победу. Вот, собственно, наша страна не может, как Путин, захватить Крым, чтобы был Крым наш, и эйфория была, что вот он победитель, мы победили, присоединились с землей. Ну и воевать с кем, не с кем, даже вот соседняя небольшая кыргизы зубы даст. Это мы все прекрасно понимаем. Поэтому здесь строится модель, что наш президент Тигр победил пожар. Страшное бедствие пришло на Казахстан, победил пожар. И он, он же говорит о слышащем государству, там человек кричит, президент, у меня украли дом, от дедушки остался, охранник его закрывает, и он такой отодвигает, и лицом, что называется, с народом, да, слушает его и дает поручения. Ну представьте, всего 20 миллионов человек, все 20 миллионов вот так вот будет, и он типа принимает, да, он же это нереально. Что он хочет сделать? Он, там люди потеряли дома, он говорит, так, месяц даю, чтобы дома построить, за два дня сделать площадку, сразу быстро построить дома и так далее. Это все делается накануне выборов, чтобы показать, что это отец нации, спаситель, дома строит, холодильники раздает, у кого-то что-то украли, детей приголубил, с детьми сфотографироваться и так далее. Это косметический ремонт? Это политтехнологический прием, который применяет в авторитарных странах. Путин применял, когда стал примером, когда сказал чеченцев в замочном сортире, они взорвали Москву, и Россия в едином порыве сказала, да, чеченцы нехорошие, мочи, их разбомбили. Вот сейчас такая модель. Я хочу сказать, у этой модели есть последствия, многие ее недооценивают и думают, что это вот только на пожаре, ладно, если бы он действительно пожар сделал и этим все закончилось. Ну, раздал дома, там, герой-президент. К сожалению, все хуже. В связи с тем, что он сейчас работает по российской кальке, это будет так. Ну, первое. Пожар, спаситель. Потом нужно слушать внимательно его слова, которые он произнес в пятницу, о, не пятницу, в четверг, когда извергал так называемое свое послание, когда он сказал, а я специально оставил эту бумагу, где он говорит о серьезных испытаниях января. Под влиянием провокаторов, митинги переросли массу, беспорядки, все прочее. Мы должны жестко реагировать на любые публичные провокации, противозаконные действия. И вот, послушайте внимательно, я хочу воспользоваться нынешним эфиром, чтобы сказать технологические приемы, которые сейчас хочет использовать этот режим. Он говорит, ко мне неоднократно обращались правозащитники, представители адвокатского сообщества с обоснованием необходимости ужесочения наказания за призывы к массовым беспорядкам. В советское время в Сталинске говорили по просьбе трудящихся, механизаторов, доярок, чабанов, вот по просьбе трудящихся. Вот здесь оказывается правозащитники требовали ужесочить, правозащитники и требуют освободить, а не ужесточить. Адвокаты, которые защищают, оказывается, они тоже требуют ужесточения наказания за призывы к массовым беспорядкам. То есть это вообще диссонанс. Как это адвокаты могут требовать наказать, когда они защищают этих людей? Что это значит? Это значит, он хочет сделать следующее. Ну, во-первых, на пожаре стать героем, чтобы нация сказала, мы тебе доверяем, Хасан-Жумар. Второе, он должен быть твердым и решительным. Все те, кто нарушает порядок, он должен наказать. Как известно, порядок могут нарушать в его понимании только те, кто хочет потрясти основы этого авторитарного режима. Это гражданское общество. Они хотят демократии, они хотят, чтобы властвовал закон, и они враги этого авторитарного режима. Этот месседж не случайный. То есть, получив поддержку общества, что он такой крутой, спас нацию, строил дома, он хочет получить по сути полномочия на расправу над гражданским обществом. Январь не забыт. И эти люди боятся, и они видят единственный инструмент. Единственный инструмент получения возможности запугать общество. И поэтому эта фраза была не случайная. и только то, что она еще не происходит, такие массовые репрессии, говорит о том, что они готовятся это произвести очень скоро. Это первое. Второе, вы видите, что показывали фотографии, там Мамин сидел, Джексипеков, башурка администрации президента, и Нигматуллин, который слинял. Показывали фотографии в аэропорту, что он уже покинул Казахстан. Ну, может, у него термометр сработал, он понял, дело пахнет керосином. Когда некий император получает власть, он начинает расправляться с теми потенциальными конкурентами, которые могут покуситься на его власть. Эти люди с деньгами, бывший премьер-министр и так далее. Поэтому, если Оскару Мамин, Оскар Макин и Адельбек не успели выехать, я вам обоим рекомендую быстро свалить. Потому что сейчас из вас будет дело с жертв, и к вам пристроят разную бригаду людей, сообщников, и люди будут радоваться. Это знаете как? Он объявил выборы. Семь лет сейчас они хотят сделать срок, но чтобы эту пилюлю горькую подсластить, депутаты в Искайке говорят, а давайте мы поменяем, назовем теперь Нусултан Астаной, чтобы люди радовались. Понимаете? Здесь то же самое будет. Бить этих людей, которых люди действительно ненавидят. Они представители клана Нусултана Назарбаева. Ура! Ты, великий император, тигр, Такаев, молодец, мочи первое. И под занавес он будет оказывать давление мочи гражданского общества. Вот что они задумали. Понимаете? Чтобы эти выборы президента прошли без сучка и задоринки, чтобы не было сопротивления, чтобы он мог дальше сидеть семь лет, ну а в течение семи лет он еще раз сто может поменять Конституцию. Вот я хочу сказать об этой угрозе, что он хочет сделать. Но на самом деле Хасам Жамар переоценивает ситуацию. Я когда говорю Хасам Жамар, надо иметь в виду, что они вместе с Нусултаном Назарбаевым, даже имеющие противоречия какие-то между ними есть, они как сиамские близнецы. Тукаев не может без Назарбаева, Назарбаев не может без Такаева, потому что не будет его представителя, который его защищает, держит столицу его именем, держит, защищает его капиталы. Любые силы, которые придут во власть, не имеющие отношения к Назарбаеву и к Такаеву, они их обоих посадят в тюрьму и все отберут. Поэтому Назарбаев будет вынужден его защищать и все эти пожары, когда рассказывают, что якобы делает Назарбаев, это вранье. Он будет вместе с Такаевым, пусть даже он его не любит, он будет вместе с Такаевым. Вот что ожидается. Теперь вы мне задали вопрос, а что же делать, осталось два месяца. Осталось три минуты у нас, потом нас Инстаграм просто выкинет. Пожалуйста, за три минуты уложитесь, пожалуйста. Я скажу так, нужно четко формулировать, что мы хотим. Ясно, что эти требования, которые озвучила коалиция, власть не исполнит, никакие поправки не будут приняты. Бойкот тогда, если объявить, бойкот чего выборов, это ерунда, потому что нагонят, нарисуют и сделают выборы легитимными, и мы останемся сносом. Поэтому единственное, что может требовать народ объединенной силы противников режима, это отставка действующего режима. Вот эта повестка должна быть в итоге сформулирована после того, как будут безуспешные попытки внести поправки, чтобы власть их послушала, организовывать митинги, ну вот, как Тайжан предлагает, кого-то на 15 суток посадят, кого-то оштрафуют, но в итоге все должны осознать. Единственное действие с нашей стороны это требовать отставки, организоваться, просто требовать не поможет, это взывать в пустыне никому. Организоваться, объединить усилий людей, собрать протестный потенциал, извините, снести этот режим. Другого варианта нет. И это все равно произойдет, но чем позже мы сделаем, тем хуже, потому что они деньги растаскивают, страна, вот те резервы, которые есть, они будут пропадать, чем раньше мы сделаем, тем раньше все эти блага достанутся людям. Будут списаны кредиты, зарплаты резко повысить и так далее. Позже будем делать с разбитым корытом. А если в нас начнут стрелять? Мы должны полагать, что может будет стрелять. Поэтому нам нужно организоваться так, чтобы они боялись это сделать. Нас должно быть много, мы должны подготовиться. А вот так насколько нахрап это не получится. Я поэтому говорю, организовываться нужно, понимаете? Не получится по-другому. Насколько ничего не изменится. Спасибо большое, Мухтар. Да, спасибо вам. Успели уложиться, да? Успели уложиться, я вам все вопросы, которые планировала, я вам задала. Спасибо большое всем, кто был с нами. Порядка 1300 человек. Я считаю, что это очень хорошее число людей, которые нас посмотрело. И я также напоминаю, что этот эфир будет выложен и у меня, и у вас, Мухтар, на канале. Да, я выставлю. Спасибо. Спасибо всем большое. До свидания. До свидания.